Всем довес, народ. Меня зовут Сергей Лав. И я продолжаю свое умопомрачительное приключение в игрушке Drift Spirits. Потому что игрушка настолько хорошая, что отлипнуть у нее просто невозможно. Особенно монетизация. Просто подкупает, ребят. Вот всем рекомендую. Просто обязал. Такой вы еще, скорее всего, не видели. Прям такой балдеж. Ребят, просто вообще конфетчиком. И сегодня у нас будут крутки, подарочки, новогодние. Целых 13 штук. Ну, там типа фигульки какой-то выдают. Давайте я покажу. По чуть-чуть, по чуть-чуть где-то. Так, по-моему, вот в этой же вкладке. Хрен его знает. Миллион вкладок. Так, по-моему, вот эта вкладка. То есть, сколько тут давали? Один. Ну, то есть, можете посчитать, короче, вот эти поштучные билетики. Ну, тут в левом столбце 9 я вижу. Потом 6 это 15. 18. Короче, 28 крут. И вот их по чуть-чуть, по чуть-чуть задели. И в конце, когда ты тут поле закрываешь, еще десятка сверху. И вот у меня 13 осталось. То есть, последнее у меня было количество дней залогиниться. Я зафорсить это никак не мог. То есть, 3 билетика дали. И 10 билетиков. 10 билетиков еще за вот как бы все поле. Балдежный баннер. Просто умопомрачительный. Вы посмотрите на эти волшебные просто шансы. 0,25% на вот этот Nissan Tahion MK2. Ну, конечно, если он выпадет, это будет просто разрыв. На самом деле, даже если, наверное, по-моему, Nissan 6-звездочный выпадет, это тоже будет разрыв. Он, по-моему, 3% есть на это дело. Да, то есть, ну, если, ну, а все остальное полный кал. То есть, ну, в принципе, тут и шансов особо-то нет. Да, то есть, 10-й шмот это кал-ошмот. Даже не рассматриваем. Вот. Эта тачка хайкек. Да, то есть, она грейдабельна. Опять же, я тут, на самом деле, еще больше информации разной расковырял. Я там столько вопросов задавал. Меня там, наверное, уже ненавидят. Я еще умудрился затупить. Ну, там канал называется, как это, блин, ДС ДРСП. И человек пишет, ну, типа, нужно правильно играть в ДРСП. Я такой, блин, что такое за ДРСП? Думал, может, какой-то, ну, что-то меня вообще переклинило. Ну, опять же, к слову, переклинивание. Да, вот был во Флиппере, меня переклинило на персонажа. Да, и тоже смотрю ДРСП. Думаю, что такое? Ну, вроде аббревиатура, две буквы, да. Д и вторая буква. Да, то есть, а две еще буквы-то о чем? Ну, то есть, ну, аббревиатура две буквы, считаю, да. Ну, как бы, Дривт Спирит, то есть, ДС, аббревиатура. А дальше-то что еще? Ну, и меня переклинило, что, блин, вообще же. Ну, там же ДРСП, Дрифт Спиритс, да. То есть, по две буквы с каждого слова зато. А у меня в голове то, что первые две буквы – это аббревиатура игры, а две вторые, последние – это что-то еще. Я спрашиваю, типа, что за ДРСП? Блин, ну, я вообще такой тупой. Наверное, люди вообще поняли, что у меня там… Я вообще максимально кончи, да, думают люди. Играют в игру и не знают названия аббревиатуры. Ну, это как люди, челы, которые спрашивают, да, что такое ГХ. Вот я вот теперь такой же. Ну, блин, да, башка у меня вообще ничего не соображает. Вообще прям по нулям. Вот. И мне там говорят, типа, Мираж, игра, игра на терпение. Понятно дело, игра на терпение. Вы уже поняли, что игра на терпение. У кого больше, тот молодец. Без терпения тут вообще, в принципе, нечего делать. Это понятно. Но я там заваливаю вопросом, потому что я хочу, ну, понять, блин, направление, понимаете. Да, то есть одно дело терпения – это окей. Но если ты делаешь какую-то рандомную херень, не понимаешь, что ты вообще делаешь, вообще какой у тебя план, да, ну, на происходящее, что, ну, играть неинтересно, да, вот если ты не понимаешь, то есть просто заходишь, нажимаешь кнопки, сам не знаешь, для чего нажимаешь. Ну, это тоже не игра. Да, то есть я пытаюсь понять, как бы, план. Вот. И я еще, на самом деле, хотел рассказать, что вроде, возможно, 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 ребят, все не настолько плохо, как я вам рассказывал, возможно, чуть-чуть, вот прям вот капелюшечко получше, все. Но давайте сначала нажмем, я просто хотел вообще сначала просто прокрутки сделать ролик, но уже опять набралось всякого-всякого, что я хотел рассказать. Так что, возможно, уже и не только прокрутки ролик-то будет. Ну, просто, видите, игра настолько замечательная, что они просто невозможно молчать, все, хочет что-то рассказать. Вот, вот, серьезно. Fast and Noir – лучшая игра по монетизации за 22-й год, который я играл, да, и вот нечего рассказать, вот просто вот при всем желании мне не о чем ролик снимать, да. Дрспы – худшая игра, которую я играл, одна из худших, которую я играл. Ну, ладно, наверняка были худшие, да, особенно в мои ранние годы Гачи Гейминга и прочие годы, там были всякие Girls X Battles, которые я даже умудрился задонатить. Ну, сорян, ребят, это вот уже, это не отмочится от этого, к сожалению. Вот. Всякое бывало, да, но тоже был молодой, зеленый, и не шарящий, сейчас шарящий, но тупой, ну, к сожалению, видите, вот был умный, но не шарящий, а сейчас шарящий, но тупой. К сожалению, вот, как бы два стула, да, но причем выбора не дают, ты все равно на одном сидишь, когда ты тупой, но можешь что-то зашарить, по идее, еще. Если повезет. Вот. В общем, к чему это я все делал? Ну, короче, вот, ладно, все расскажу, все, что узнал, да, к тому, что ролики, да, вот игра супер вообще никакущая, помонтизация, я вот ни дня не сажусь, а сегодня вообще второй ролик, получается, ни дня не проходит, чтобы что-то не рассказать. Потому что, блин, реально, игруха очень специфичная, поэтому в ней есть о чем поговорить, да, это не вот что. Ну, короче, вы играли в миллион автобаттлеров гачи, ну, как бы все, все то же самое, да, это миллион первое, как бы все, на этом тема закрыта. Обсуждение. Здесь все-таки какие-то свои приколдосы. Ладно, давайте нажмем, я надеюсь, игра не зависнет, блин, на гачи, я уже говорил, потом хрен поймешь вообще, что тебе выпало, вот серьезно, хрен поймешь. Давайте еще раз посмотрим, напоминаю, список того, что выпало, что может выпасть. Ну, 7,6-звездочные, нас интересуют только тачки, да, то есть, 10-й шмот, даже если он выпадет, забейте. Проверить тачки легко, на самом деле. Там можно зайти в шоп, в продажу, и там они отсортированы по очереди получения. Очень легко понять. Пятизвездочные здесь только, только кал, да, то есть, ну, все, 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 что ниже пятизвезд, все только кал. Есть еще 4-звездочные водятлы, их на английском, дискорде называют бадди. Я не знаю, как это перевести адекватно, ну, так же коротко, чтобы прям и дословно, и коротко не получается, если честно. Вот, я сколько ни голову не ломал, особо не подбирается адекватное слово. О, блин, я пошел перепроверять перевод, но вообще бадди, это приятель. вот, самое, по-моему, самое частое использование, да, самый широкий смысл этого слова, это приятель, но мне подсказывал гугл-переводчик, что еще есть друг, ну, точнее, там, опять же, не друг, друг это френд, да, именно он подсказывает дружище, вот, потому что бадди, это такое более, это разговорное слово, это не друг, да, то есть, если вы хотите сказать, что друг, то вы говорите френд, вот, бадди, это именно такой дружок, дружище, ну, дружище, другалек, меня осенило, друган, ребят, вот, друган, вот, в общем, четырехзвездочные друганы здесь есть, вот это, наверное, самое близкое будет, самое такое, похожее, что используют вам в английском дискорде, да, друганы, не водители, ну, драйверс, это, видимо, слишком длинное слово, да, друган, идеальный аналог, по-моему, вот, короче, вот этот друган у меня есть, ну, блин, друган, опять же, в английском нет полов у слов, да, удобнее намного использоваться, в русском неудобно получается, да, в общем, вот этот друган есть, который посередине, четырехзвездочный, хотя крайне треш, трешных вообще уже там четыре штуки, но вот остался только левый друган, если вот он только может выпить, но опять же, насколько это ценно, не знаю, опять же, True MLG игроки сидят с пятизвездочными, я об этом сегодня, ребят, расскажу, ребят, точно, я сегодня вам таковно расскажу, что вы еще не слышали об этой игре, так что, в общем, с друганами особо не знаю, насколько прям метава, то, что вот, ну, для коллекции возможно, и пока я новичок, у меня, в принципе, язык прикусил, просто настолько замечательная игра, ой, так не только без зуба останешься, аж без языка скоро, в общем, один, у меня всего два, четырехзвездочных, один с Венто, один вот отсюда, если второго придет, вообще ништяково, наверное, будет, ну, возможно, возможно, вот, но Ниссаны, конечно, я не знаю, насколько они метавые, хорошие, не проверял, потому что здесь великолепная система галереи, там хрен найдешь, эти Ниссаны, да, вообще, можно отфильтровать еще дополнительно, конечно, по производителю, в принципе, Ниссаны должно быть несложно найти, просто была тачка, она на ней написана, я, короче, Венто, я так и не смог ее найти в шопе, она еще и по иконке как-то отличается, ладно, ладно, давайте не будем затягивать, давайте крутки, я уже, мне не терпится, не терпится, открутиться, чпоникс, ну, первое, я просто, ну, я думаю, если первое не зависнет дальше, уже точно все пойдет нормально, это говно, это просто 20 голды, что ли, или я путаю, не, погодите, какая-то шмотка, да, вот на этом зависает, и вот хоть ты тресня, я так и не смог придумать, то есть, без УПНов, без нифига, хоть ты тресня, виснет вот на этой шняге, ну, походу, дело-то зависон, да, то есть, оно, я не знаю, я сидел, наверное, несколько минут, может быть, оно, конечно, отвисает, если подождать, там, не знаю, 30 минут, но, по моему ощущениям, оно не отвисает уже, и легче просто перезапуститься, но мы точно знаем, что это хрень, вот, продолжаем, что я хотел сказать, вот пока тут перезапускалось, я просто потерял мысль, с которой я начал, вот, ну, давайте просто так воздух скажу, потом авось подвязка привяжется, появится, и вы поймете, короче, вот, я скидывал скриншот в английский дискорд, что я там на 13 тысячном месте закончил, и мне чел там, я не помню, я, может быть, это упоминал, но просто вспомнился еще раз, чел скидывал скриншот, что он закончил на 10 в 600 месте, то есть, ему там, у гонок 5 не хватило, чтобы ворваться в 10 тысяч, вот, и у него там 100 там, какой-то, то ли 120, то ли, ну, какой-то очень высокий, там 90-й, то ли 120-й, то ли 150-й, ну, по-моему, что-то типа около, то ли 90-го, то ли 120-го, вот, и мне что-то прям вообще так жалко его стало, прям реально, ну, прикиньте, да, то есть, чел уже, ну, не новичок, не первый день играет, 120-й уровень, там, 90-й даже если, да, и вот, то есть, он топил, и остался в пятиконках от награды, от тачки, это вообще жесть, конечно, печаль, печелюха вообще тотально, он там еще скинул скрещот, говорит, я, говорит, плачу сижу, ну, это жесть, 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 просто, вообще кошмар, вспомнилось, вот, ладно, надеюсь, оно сейчас все-таки прочухается, и не будет зависать, еще 12 круток, есть шанс, есть гига шанса получить, это, это, это друган, это какой-то друган, ребят, блин, это трехзвездочный друган, на эту хрень, так, ну, еще одноразовый крут, да, и там уже X10 сразу прям нажмем, вот, ну, короче, кстати, еще скидывали уже в русском дискорде, там один, во-во-во, вот это я очень хотел, вот это шмотка, отлично, ну, типа, победка, и это восьмые, кстати, вот эти валы, которые я все никак не мог найти, слушай, надо их залочить, и не протерять, потому что с валами что-то вообще беда, я их не мог найти никак, правда, там, ну, типа, используют не валы, а другие детальки, да, но я вот что-то, что-то на валы забайтился, которых у меня нет ни хрена, ну, реально надо залочить хотя бы, чтобы валы были, вот, короче, сейчас X10, сейчас нажимаем, так вот, я мысль-то не закончил, просто началась всегда прикольная анимация, типа, там, конкуренция двух машинок, вот, скинул кто-то гачу анимацию годовалой давности, около, и там анимация по-другому выглядела, она выглядела очень плоско, то есть, вот, абсолютно то же самое, только плоско, тут, как бы, мы смотрим под углом, да, и изометрия у нас, типа, есть, а там прямо, ну, просто совершенно плоско это выглядело, то есть, они перерисовали эту анимацию, прикиньте, спустя 8 лет игры, это инновация, просто вообще, ну, наплевать, что когда ты заходишь в игру, у тебя стартовый экран подгружается, как будто ты на модеме сидишь, 10, 15, сколько там, да, где-то 20-летней давности, уже реально 20-летней почти всей давности, у меня интернет, когда там в 2003-м появился, в 2004-м, ну, почти 20-летней давности, ну, в клиент включить картинку же нельзя, да, она сверху вниз такая трыц-трыц-трыц-трыц-трыц-трыц, подгружается, ну, понятное дело, японцев проблем нет, у них нет кинга вот этого всего, да, вот, а играть на японском, а только для своих, но все равно это реально как в браузерку сидишь, как будто клиент скачал, а не клиент, ладно, давайте нажмем, очень надеюсь на Nissan, вот этот бич с вексами звездочный, сейчас, сейчас точно получим его, ребят, это Друган, ну, дай другого четвертого Другана, ну, конечно, это Валы, но пятые, Друган, опять скажу, что третий Друган, ну, да, блин, мне их солить, что ли, тянку в шапке, это полная хрень, да, ящик третий, ну, вообще ничего не стоит, ящиков можно на, 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 опа, пошла конкуренция, но тут не может быть ничего ценного, вы видели там, максимум, в любом случае, десятый шмот, это прямо седьмой вал, ладно, видимо, Валы я нормально смогу пустить, опа, это тачка, это тачка, точно пятизвездочная тачка, народ, это вот этот GT, это, это лоу-рарный GT, блин, я не знаю, насколько он хорош, я не проверял, это тоже Друган, я не знаю, кстати, красный вот этот, а, этот, который есть у меня, ребят, этот, который есть, четверка, хорошо, ну, опять с конкуреншен, пошел, но я не знаю, вот, если ли что-то более, ну, то есть, выпадают ли, например, седьмезвездочной тачки, пружины, топчик, кстати, пружин нету, да, то есть, самые топчиковые на управлении, это пружины, так что это хорошо, ящики, нихрена не стоит, ну, там вот ивенты, блин, хайкек, GTR, отсюда тоже нельзя посмотреть, да, Nissan GTR, GTR-ки легендарные тачки, я говорю, в игре, что 50 GTR-ок, на каждой звездочности, их там по миллионам, но это не Тахион, не вот этот Тахион упал, то есть, смотрите, здесь, ну, то есть, Тахион, это 6-звездочный GTR-ка, да, то есть, вы видите, у меня упал, вот, с 5-звездочной здесь, видимо, тоже есть GTR-ка, где-то, погодите, а где он тут, указан, чуть не вижу указания, что здесь 4-ка есть, 5-звездочная, но это же не Тахион упал, ребят, да, не может быть он, не может быть, короче, конечно, на японском играть в такие игры, это несколько проблем, но, но не смертельно, это добавляет момент, мы можем зайти сюда, ну, я думаю, в списке машин-то я его точно найду, блин, слушайте-ка, он достаточно, ни хрена себе, или погоди, блин, я сейчас, блин, это 6-звездная тачка, ядрить, класс, 3% я сралял это, сралял, сралял Тахион, да, я что-то подумал, что это 5-звезды, я не знаю, там, ну, я мысль не закончил, не знаю, 7-звездочные тачки выпадают тоже в КамАЗе красном, или там у них какой-то особый КамАЗ, может быть, у 7-звездочных машин особый КамАЗ, но теперь я точно знаю, что у 6-рок КамАЗ красный, в том числе, но это турботачка, так, вот эта кнопка, по-моему, его лочит, да, вот я ориентируюсь по 3-ти с концу, символ, который N такая с закруглением, вот, да, это лок, ну, надо просто как-то ориентироваться в кнопках, да, я нашел, за что зацепился глаз, и вот, да, это лок, блин, ну, это вообще полдеж, по ходу дела, по статам, блин, по статам это 6-звездочная тачка, что еще могу сказать, хорошее, ну, вроде звучит как, ну, этот, бензин высоковат, то есть, напоминаю, там, той тачила, которая вентовая, 585, но это прям супер низко, в основном, там, 600 с чем-то, да, от 620 до 60, 50, да, от 650, ну, короче, 620-650, там, у тачил, в основном, шестерочных 630, то есть, это не худший, блин, тачка, кстати, хорошо выглядит, то есть, она хоть и high-cake edition, то есть, на нее обвеса, скорее всего, как такового не будут давать, никакого поменяется, но она уже, в принципе, идет обвеснутая, да, то есть, это не бомж-эдишен, это уже хороший эдишен, вот, насчет эдишенов, кстати, вот, не чел ответил, он стал модератором, не знаю, сколько лет играет, но он тоже мне очень много наподкидывал, он сказал, что на самом деле вот эти вот экстра бичсвэк эдишен тачилы по большей части у людей стоят в гараже просто, ну, просто пылятся, пыль собирают, ну, либо там в каких-то неважных прикол, где-то гонках, где ты можешь взять что хочешь на пофиг, ты можешь, типа, катануть, почему, потому что вроде как статы не самые сильные, очень тяжело качаются, вот, ну, вроде как я понял, что и то, и то влияет, потому что, ну, и хрен прокачаешь, и они, а, он сказал, что они еще работают только на 7-звездочных, типа, ну, то есть надо разгонять до 7-звезд, потому что иначе, как бы, хрень полная, вот, поэтому, типа, отставят в гаражах, собирают пыль, вот, но в ивентах, они бывают так, что в ивентах, они дают 40-процентный буст поинтов, ну, типа, если у тебя вдруг так сложилось, что тебе, ну, как бы, естественно, ты будешь использовать эту экстра бичсвэк эдишен, вот, но по большому части они, типа, не юзабельные, вот, соответственно, юзабельные, это либо хайкеки, либо дефолтные, да, но хайкеки, они, ну, видите, они сразу же идут в каком-то прикол обвесе, то есть это уже не стоковое точило визуально, да, блин, ну, слушайте, визуально хорошая точка, прям вообще балдежная, ну, что-то я поимелся, вот, по сравнению, по статам, вот, она, конечно, видно, что вот этой проигрывает одна, один прикол, проигрывает она потому, что здесь уже шмот навешан, поэтому мы сейчас пойдем в галерею, ребят, в галерею пойдем и посмотрим, что же это за тачка, ее найти там будет несложно, потому что я просто сделаю сортировку по своим, блин, ну, это вообще, слушайте-ка, это реально прям, я тут садился рофлиц, да, получилось, это вообще серьез, серьез бизнес, так тут давайте, да, вот, по-моему, опять же, энка, это, по-моему, майкар, она единственная у меня шести звезд базовой, да, давайте, ну, я буду сравнивать с вот этой хренью, Skyline, потому что, ну, единственная у меня тачка была шести звездочная, да, то есть вот его статы, ну, то есть он база 5, но, но так 6, то есть вот на шести звездах, кстати, у него, смотрите, бензин 590, а, мне еще чел сказал, что типа вот этот Skyline, типа, ну, я говорю, типа фуфил, типа, ну, опять же, все топят, говорят, что как бы копи на детали, копи на детали, да, все в один голос говорят, здесь явно не, это, ребята, это явно безошибочно, говорят все правильно, копи на детали, это правильный совет, здесь не вот, что там какую-то фуфил мне втирают, копи на детали абсолютно правильно, я тут сейчас расскажу, что почем, ну, я же хотел рассказать всякого разного, вот, и я просто говорю, блин, ну, копи на детали, копи на детали, выгалдите, я, конечно, там, ну, не могу на английском написать, так же, как я могу это выразить на русском, но, типа, я говорю, Я говорю, что у меня машина-то, ёпрст, это нету никакой. Копина детали. Нафиг мне эти 20-е детали, я их всунуть никуда не всуну. Я говорю, что у меня вот Skyline, типа, это единственная моя шестизвёздочная тачка, при том, что это экстра кек-эдишн, который не прокачаешь, да, только дубликатами, то есть, забейте. Вот. И мне человек говорит, что, типа, ну, тачка оковая, ну, типа, decent, да, она в английском любит это слово, ну, типа, пойдёт, да, decent. Но не оповая. Ну, опять же, с учётом того, что она, вот именно, что экстра детали, то есть, только за дубли, то есть, вкладываться, ну, это очень сложно для прокачки, типа, забейте, да, в такую вкладываться. Ну, я имею в виду, там, шоу-побрать под неё дубли, вкладывать, чтобы её разгонять там под семизвёздочную, да, ну, то есть, это не варик вообще, то есть, ну, то есть, как бы, в таком состоянии можно поиспользоваться, колер единственное, что есть, да, авось пойдёт. Ну, опять же, ну, то есть, как бы, ну, ни туда, ни то, ни сё. Ну, был бы это хайкек эдишен, который можно за поинтов качать, окей. Ну, в общем, вы поняли, да, хотя бы до 6++. Ну, вот, короче, 590 бензина на шестёрке, то есть, это достаточно, кстати, достаточно... А, ну, вот, что он сказал, что как раз-таки экстра бичсвеги, они... у них специфика в том, что они меньше бензина в основном требуют, чем другие тачки, да, то есть, это их, как бы, фишка именно. То есть, это вот-вот, мы видим, да, то есть, реально мало бензина жрёт на шести звёздочках. Но, что по статам? Много носа, ну, как бы, много носа полный кал, да, то есть, не вот что. 2900 управление, 1300 разгон, 2600, то есть, 2600, 1300, 2900. Я не могу запомнить, три цифры запомнить, это очень сложно, ребят. Ну, давайте попробую. Так, 2600, 2900, 1300. И посмотрим, что же из себя представляет вот эта, вот эта вещь. М-м-м, хорош. Ну, то есть, 2300 было, да? 2300, подождите, 2600. Блин, я забыл. По-моему, 2600, да, 2600, то есть, здесь 2800 на 200 разгона, извините меня, ой, максималки, извините меня. Тут 1300, ну, там 1300 с чем-то, то есть, на какую-то копейку разгона больше. А здесь 2900 управление, там, по-моему, больше управления, да, чем здесь, но здесь ещё больше, кстати, нетрухи. Ну, то есть, блин, по статам хрен знает, если честно. Надо спросить, надо в Дискорде спросить, насколько это точило хорошее. Вот, но самое-самое главное, это, считайте, это не экстра партс, не экстра дрессап, поэтому это можно за поинты разогнать, в теории, понимаете, за поинты. Соответственно, мне нужно 3600 поинтов, и за 3600 поинтов я могу её в 7 звёзд вкачать. Вот, ну, даже, или за 2400 поинтов, где-то на IT7, сделать хотя бы 6++, то есть, это будет уже 20-й детальки. 7 вопрос, да, то есть, сейчас мне пока что, наверное, не надо делать её. Ну, видите, скачет, да, кстати, видите, даже не на 100 повышается бензин, а на 130, на 135 бензин повышается. Но надо понимать, что там сразу на 3 больше размера, и ты срежешь бензин этот частично, этой электроникой на 3 больше размера. Я не знаю, сколько там разницы будет, тоже интересно, сколько разница срезы 20-й электроники против 23-й электроники. Ну, тоже, может быть, спрошу, просто это не прям приоритетный вопрос. Ну, опять же, блин, реально любопытно, много всяких деталей. Вот, но на 6++, считается, вот такие статы будут. Ту тачку 6++, в принципе, забейте делать. Ну, то есть, смотрите, я уже говорил в прошлом ролике, очень важный ролик был, да, то есть, дубли дают столько, сколько базовые. Из шопа я буду покупать тачку пятизвёздочную, да, если говорим про то, да, экстра дрессапы, которые у меня. Нужно 1200 поинтов. Я из шопа куплю за 300. То есть, мне нужно из шопа купить 8 дублей. То есть, это, ну, не обсуждается, да, то есть, это не близко вообще ни разу. Здесь, в целом, ну, у меня 700 поинтов есть. То есть, в принципе, в принципе, я близок, 500 поинтов найти, я близок к тому, чтобы сделать эту тачку 6-плюсовой. При том, что если бы, опять же, в ивенте чуть-чуть не фактнулся, ещё бы на 50 поинтов больше было. Ну, ладно. На 40, подождите, да, 30, 80. Почти на 48 поинтов у меня было бы больше. Ну, теперь я все ивенты буду делать как надо. Если там во всех ивентах тачки продают, я очень сомневаюсь, конечно. Ну, в общем, ладно. Это очень круто. Я спрошу, но я подозреваю, тачка неплохая. Если та тачка была неплохой, мне говорили, да, вот про те статы, здесь чуть-чуть меньше управляемости, к сожалению, да. Ну, то есть, вот, да, то есть, тут больше максималки, которые менее ценны, меньше разгона, меньше, точнее, управления, которые более ценны, но больше разгона. Не знаю, мне кажется, оно плюс-минус то же самое должно быть. Но эта тачка разгоняемая, эта тачка неразгоняемая. По звёздности, по своей, да. Вот этот вот, вот этот Skyline. Погодите, блин, 2700. Почему я посчитал 200? Там больше, та тачка всем лучше. Всё. А, погодите, блин. Я тут, да ёшкин, да, кнопки. Правильно, да. 2900 на 6 звёзд, да, всё правильно. 2911 всё-таки. 2911. Ну, разница прям супер мизер, да, 2911 и 2860 управления. Ну, разгоны есть. Тоже там 30 раз. Ну, то есть, как бы, не сильно большой дисбаланс, да. Плюс-минус тут чуть больше, тут чуть меньше. То есть, разница прям маленькая. Но зато максималка здесь прям вообще намного лучше. И нетруха тоже лучше. Так что, я думаю, эта тачка всё-таки лучше, чем та. Ну, именно стат-вайс, да, по статам. Ну, я почему говорю именно о статах? Потому что, в первую очередь, хочется понять, как бы, логику статов, да. Определение статов, чтобы понимать, хорошая машина перед тобой или плохая. Вот. А уже во вторую очередь потом, ну, понятно. Ну, с, как бы, экстрадрессапом всё понятно, в принципе, и так. Да, то, что эта хрень полная. Ладно, это рассказал. Что ещё хотел сказать? Я говорил, что есть что рассказать. И самое главное, что, может быть, оно не всё так плохо. Короче. Я выяснил, как выглядят детали, как выглядят рейтапы на шмот. Они дешевле, чем вот это вот, чем точечные. Первый шаг стоит полторы, второй две. И вот первые два шага в любом случае стоят, чтобы нажимать. Дальше ещё два шага по три тысячи. Суммарно девять с половиной тысячи золота. Вот цикл, да, петля. Весь проход. И насколько я понял, насколько я понял, на третьем шаге гарантирована восемнадцатая шмотка. На четвёртом гарантирована девятнадцатая. Ну, по крайней мере, то, что написано там, чел скинул скриншот. Вот, я нихрена не понял надписи, но там написано восемнадцать плюс и девятнадцать плюс на третьем-четвёртом шаге. Я так понимаю, это минимум восемнадцать плюс падает на третьем, девятнадцать плюс на четвёртом. Вот. Как мне чел сказал, что хорошо бы сделать минимум две-три полных цикла, да, отжать стартово. Тогда ты как бы в бодрячке. Но три это слишком дорого. Это считается двадцать сколько там, восемь с половиной тысяч золота. У меня не близко столько, да. Вот. А в принципе, если я сюжетку ещё подсажил, попробую сцедить с сюжетки, плюс три тысячи ещё должны дать. То есть, это уже шестнадцать. То есть, до девятнадцати тысяч я, в принципе, должен дойти. Да. В целом, есть вероятность, что я хорошо дойду до девятнадцати. То есть, две петли сделала. Соответственно, я получу минимум две восемнашки и две девятнашки. Соответственно, в машине пять слотов, они либо размажутся по слотам, и это будет восемнадцатишки-девятнашки, да, по слотам размазанные. Либо, если они склеются, да, например, две девятнашки, там, два девятнашечных мотора, это считайте сразу склейка в двадцатку, да, и один слот стоит двадцатый. Всё. То есть, остаётся четыре слота незаполненных. Ну, двадцатка – это шесть плюс-плюсовая, напоминаю, тачка, да, шесть плюс-плюс. Насколько я понимаю, семёрка требует двадцатрешки, двадцать три. Ну, двадцать три – это забейте, ну, это прям лонг-лонг-терм, да, твоя задача на очень-очень большую долгую перспективу. То есть, это вот именно, что ты как бы играешь, да, ну, опять же, игра-сервис, и, в принципе, ну, жаловаться, что игра-сервис требует у тебя несколько лет, там, на постройку шмота, ну, такое, в какой-то степени, да, потому что, ну, то есть, те же не вот, что ты прям вот сейчас должен, да, то есть, ну, у тебя стоит, там, двадцатый, там, двадцать первая шмотка в машине, окей. Там, через полгода ещё одну, там, дотащил двадцать первую, поставил, вот. Мне, я упросил там чела, ну, спросил, насколько вступлейно играет, опять же, один, там немного челов играет в английском дискорде, ну, по крайней мере, общаются активно, да, играют-то больше, может быть. Ну, вот именно кто прям готов отвечать на все тупые вопросы, особенно, что такое ДРСП, ДРСП, вот. Короче, я упросил скринуть скриншоты. Насколько я понял, у чела, ну, блин, там, у двух челов тачки супертоповые, они там по каким-то билетам, ивентам, ну, я так понял, типа, это лаки-билет, короче, вот эти вот кринж-билеты, которые я так назвал, так, кринж-билеты, ну, это кринж, она, типа, кринали, да, то есть, надеюсь, вы поняли, в чём тут, как бы, логика, да, то есть, кринали, машина называется, кринали. Рич Рейсер 6-версу, ну, я назвал кринж-билет, ну, это вообще, типа, вроде как лаки-билет, здесь шанс на 7 звёзд, вот, на этот аж 5%, ну, за ивенты получаешь 1 билет, если попадаешь в 7,5 тысяч топ, то есть, 1 билет. И вот у чела, ну, вообще супертоповая тачила, не знаю, я бы её дико хотел, потому что она прям дико топовая, ну, вообще, она и дико топовая, и дико выглядит прикольно. Так, сейчас опять занимаемся турбоудобной штукой. Сортируем, я ж не помню, почему она сортируется. Блин, не Nissan, никогда не Nissan, по управляемости, по-моему, она в топчике находится. Да, вот этот вот у неё, вот этот GR, вот именно вот этот, DR Supra Monster Edition 22, у чела, там у двух челов, причём он, и они у них 7++, ну, понятное дело, блин, если человек играет 7 лет, я думаю, он эти поинты накопил, там можно 5-звёздочные тачки продавать, да даже, наверное, там люди и 6-звёздочные продают. Ну, типа, у тебя уже есть гараж, на котором ты ездишь, тебе нахрен не нужна какая-то тачка, которая, ну, как бы, да, 6-звёздочная, ну, там, средняя. Нахрен тебе нужен, когда у тебя уже, там, например, есть лучше машина. Она, считается, это ещё больше поинтов даёт, да, то есть, ну, я думаю, за несколько, за сколько-то лет можно накопить этих поинтов, чтобы разогнать тачилу. Главное найти одну её хотя бы, да, понимается. И вот у них вот эти вот тачилы, ну, это, конечно, зверь, да, то есть, по управляемости вообще зверь, ну, вообще по всему зверь. Просто вообще не Unreal тачила, ну, видите, по управляемости она топ-1. И вот у него тачила спустя 7 лет вот это, ну, то есть, он, видимо, у него был какой-то план, он долго к этому шёл. Ну, вот, и шмотки у него стоят 23, даже не 25. Вот, то есть, причём электроника 22 у него на этой тачке стоит. Ну, я в Discord скину скиншоты. Точно, ну, топ-точила, лимитированная, да, то есть, её нельзя задонатить. То есть, если, ну, то есть, ты можешь только один билет получить, и всё. Задонатить этот билет, насколько я понимаю, нельзя. То есть, как бы, тебе повезло-повезло, не повезло, не повезло. Дальше уже. Ты можешь задонатить, чтобы войти в темп с половиной тысяч, да, всё, больше, кроме этого, ты сделать ничего не можешь. Вот, короче, вы поняли, да, то есть, это суперлимитированная тачила. Стоит пятизвёздочный пилот у него, Друган пятизвёздочный у него. Вот, причём он с Друганом пятизвёздочным тоже вообще, конечно, прикол. Ну, он там, опять же, какой-то то ли коллаборационно-лимитный, то ли просто какой-то. Короче, не оба какой. На, блин, здесь нихрена не стоит. Короче, прикол в том, что у него Друган, который чисто даёт разгон. Вот, всё, он даёт один стат, да, то есть, ну, то есть, есть Друганы, которые размазаны по статам, да, если вот сюда зайдём, то есть, видите, у меня размаз тут такой, то есть, 39 сюда, 39 сюда, 115 сюда. Ну, размазаны, да, размазаны Друган, не очень. Вот, а есть Друганы, которые прям вот чисто в один стат упороты. То есть, суммарно, наверное, то же самое. Ну, я имею в виду, да, то есть, сумма статов одинаковая, эквивалентная. Я просмотрю, что-то их две. Они одна, ну, это трёшка, это лимитный эдишн этого Другана. Вот. И у него, короче, всё в разгон. У нас стоит пятизвёздочный Друган на разгон. Знаете, сколько ему пятизвёздочный Друган? Максимальный уровень там у него 140. Он, по-моему, с плюсом у него ещё вдобавок. 140-й Друган ему даёт 772 разгона. 772, приколитесь. То есть, вот просто посмотрите вот на трансмиссию, которую даёт 820. То есть, у него Друган как трансмиссия дополнительная в машине. Прикол, да. Ну, то есть, серьёзно, 707, это... И вы можете его посадить в любую тачку. Прикиньте, вы можете взять четырёшную тачку или там трёхзвёздочную тачку, в которой шмот максимум в восьмой, по-моему. Или десятый на плюсах. Ну, то есть, вообще, прикиньте, вообще нулевой шмот практически, да, ничего не даёт. И ты просто садишь Друган, который, блин, больше, чем обвес даёт статов. Серьёзно, больше, чем обвес будет давать, скорее всего. Вообще жесть. Ну, и можно на таком катать. Это, конечно, тоже хотелось бы заполучить такое. Ну, у него, естественно, ставят здесь... Кстати, блин, кто спёр? А, я спёр, ребят. Я спёр. Всё, я спёр. Ну, вообще, надо ставить сюда аморты вот эти. Абсолютно. Это, по-моему, новый, да, который я получил, аморты восьмые. Сейчас вообще не обсуждается. Вот. Ну, надо менять просто вот эту хрень, кринжа. Ну, вот эти экстра партс... А, ну, я спёр, я спёр, всё правильно, всё спёр. Они очень быстро переставляются. Эти по 40 секунд, эти, блин, по 8 минут переставляются. Вот. И сюда, наверное, разгонную, что ли, поставить. Или что ли, и седьмые аморты ставить. Или восьмая вот эта. Не знаю, хрен знает. Хрен знает. Не знаю, что лучше. Давайте так попробуем. Просто седьмые. Ну, пусть будет аморты. Да. Ну, типа метово. Вот что-то типа такое. Ну, много управляемости по метовости. Вот. Почему это? К тому, что... Ну, вот. За 7 лет он затарил точилу, считается, прям супер-мега, да. Вообще прям, аж адски нереально точилу. Шмо там обвесился. Ну, там, да, разница 23-25-ая есть. Но, в целом, сами понимаете, это уже в любом случае очень близко к потолку. Пятизвёздочный друган. Лимитированная деталька у него стоит. Там это... Не знаю, чел написал. Я в русский дискорд перекинул. Агро. Лярго, блин, я всё время забываю. Что, типа, это тот самый стаканчик. Ну, типа, на подставке стаканчиком с кофе. Я не смотрел просто анимеху. Прикиньте, да. Ну, видимо, это какая-то мемная штука. Прямо вот из анимехи. Вот. И она добавляет управляемость. Видимо, очень... Ну, видимо, лучше. Но, опять же, штука нужна. Короче. Это вот что хотел одно, второе, третье, десятое рассказать. То есть, ну, это вот перспектива, да. То есть, в принципе, что-то, видимо, раздогнать можно. Да, то есть... А, ещё челы написали. Вот, чуть не упустил мыслью, какую хотел сказать. Челы говорят. Да сейчас ещё легко всё получается. Вот то ли дело в каком он сказал. То ли в 2017, что ли, году он сказал. Типа, раньше вообще всё сложно было. Прикиньте, сейчас легко. Вы чё? Ну, какой скам, ребят? Сейчас вообще легко играть. Я боюсь представить, что там было раньше. Слава богу, я зашёл только сейчас. Видимо. Вот. Ну, ладно. Есть ещё одна инфа, которую я хотел рассказать. Которая, собственно, вроде как делает ситуацию не такой гигапасосной. Вот. Смотрите. Здесь. Надо читать, блин, нихрена непонятно. Но вот здесь. Какой-то гарант. Вот, возможно, вот это вот надо. Она просто нихрена не переводится. Вот эти они... Видите, они очень цитализированные. Их на экранный переводчик мне не хочет переводить адекватно. Не цепляет. Ну, не везде, не всегда. Но, возможно, степ 4 гарантирует эту тачку пятизвёздочную. Вот в чём прикол. И просто чел сказал, что... Вот это за 4,5... Ну, вообще, правда, он говорит за 4,5. Но откуда он взял 4,5, если... Я фиг знает, короче. Короче. Но он сказал... Или это, может быть... Ну, короче, речь шла. Я вот не понял. Чел уже врать не станет. Он говорит, что именно за 4,5 золота ты получаешь и тачку, и другана на ивент рейтапнутые. Имеется больше поинтов, которые дают. Вот откуда вот это 4,5, я не очень понимаю. Может быть, имеется в виду, что надо нажать сюда первый степ, и ты гарантированно что-то словишь на первом степе здесь. Да? И сюда нажать. Ну, вот так получается 4,5, да? Что здесь отсюда ты словишь гарантированно какого-то минимума... Ну, другалька какого-то минимально... Минимум четверошного, да? И получается... Ну, тут, блин, что тебе... Ну, не могут же тебе давать гарантированно на первом шаге шагу 5,5 золоту тачку? Не могут же? Да? Вот. Ну, короче, суть в том, что если оно реально как-то так... То есть, ну, за 4,5... Ну, я уточнил у него, что, типа, фиксировано, да? Типа, это гарантировано? Он говорит, да, это гарантировано. Вот. Соответственно, если... И вот, что... Ну, дальше мысль закончу. Он вот что сказал, что, мол, в топ-3 тысячи, чтобы попасть, вообще не обязаловка даже бензин тратить. То есть, приколитесь. То есть, можно даже 0 бочков потратить и, типа, 3 тысячи возьмешь. С водятлом и машинкой, которые рейтапнутые вот эти. То есть, ты тратишь 4,5 тысячи золота. Ну, вот выбрал ивент, который хочешь втопить, вжать, да? Крутишь другана машинку, получаешь другана машинку по 50% рейтапа каждый. То есть, фармишь 2х поинта. И даже без использования бензина влетаешь в топ-3 тысячи. Ну, с высокой вероятностью. Он сказал, что на всякий случай нужно, ну, там, где-то 5-10 канистр. Ну, 10, он сказал, канистр на всякий случай. Потому что, ну, поинты не фиксированные, сами понимаете. В какой-то ивент больше людей втавливают, в какой-то меньше. В какой-то более жестче, да? Люди топят там, потому что хайповие или еще что-то такое. Вот. Соответственно, 10 канистр держишь про запас. На всякий случай. То есть, ну, в пределах, вот он сказал, да? 10 канистр. Соответственно, 10 канистр – это еще косарь золота. То есть, 5,5 тысяч золота, и ты врываешься в топ-3 тысячи. Разница колоссальная. То есть, я вам насчитал там 150 канистр. Да? Вот. То есть, это уже... Ну, то есть, 5,5 тысяч золота – это 2 месяца накопления. То есть, если каждые 2 месяца реально вкручивать, ну, влетать в топ-3 тысячи, это уже вообще другой разговор. В корне другой разговор относительно игры. Ну, сами... И в целом, вот в такой ситуации, в целом, даже, можно сказать, в принципе, меня устраивает. Почему? Потому что, ну, интересно получается, да? То есть, ну, ивенты идут часто, часто выдают что-то, 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 да? Но ты именно определяешь, что именно ты хочешь заражить. То есть, не все сидят со всеми тачками, да? Это было бы тоже бессмысленно, если это каждый ивент. Ну, все абсолютно игроки получают ништяки оттуда все. Ну, типа, какой смысл с этого, да? То есть, у всех, как бы, одинаковая коллекция. А так, машинок много, 800 штук, да? И ты вот именно, ага, вот эту хочу, там, ну, вайфу причина, симпа причина, да? То есть, ага, вот эту тачку прям вообще точно вот эту хочу. Или, там, она топовая по статам, вот именно эту тачку хочу по статам. Потому что она топовая по статам. Да? То есть, вот по таким причинам. То есть, получается так, что каждый определяет как-то по-своему, куда он втапливает. И поэтому коллекции очень разнятся. У кого-то такой набор машинок, у кого-то такой. Но главное, что именно, если ты реально можешь как фритоплейщик каждые два месяца, ну, раз в два месяца выбираешь какой-то ивент, втапливаешь, в три тысячи, да, топчик напоминаю. То есть, ну, вот, опять же, я уже забыл, кстати, он сказал, что, ну, предпочтительно, по-моему, ZS, что ли, он назвал ивент, типа, в них вроде как проще втапливать, если ты Арчина, как он. Ну, это, по-моему, кто-то другой уже сказал, возможно. Вот. Ну, давайте посмотрим, да, вот. Ну, если реально, да, напоминаю, три тысячи. Блин, тут хороший хороший, хороший, все, да, это, да. Вот. То есть, ты получаешь вот такую вот точилу, да, high-cake edition, то есть, которая точится, ну, вот этот вот билетик, ну, это все остальное хрень, но суть в том, что ты получаешь вот эту точилу, да, ты можешь получить за топ-3 тысячи, получаешь самое-самое главное точилу. За пять тысяч тоже что-то дают, но подзревают эту точилу хуже, чем вот это, тем более это экстра-дерьмо edition, да, да, я думаю, это самое нормальное экстра-дерьмо, расшифровка. Вот, потому что она, как бы, не пришли, как были хвост, эта тачка, вот, на нее забить болт, а вот за топ-3 тысячи получаем семизвездочную тачку, хорошую, да, ну, то есть, вылагиваем какой-то вент, прямо реально топовейшие точилы, втачиваемся туда, пусть даже там 20 канистр, после 150 канистр, разброс 10-20 канистр, сами понимаете. То есть, выкручиваемся в баннере, да, то есть, тачку, пилотика, чуть-чуть бензина держим про запасик, вливаем, врываемся, и все, как бы, ну, слушайте, это вообще другой разговор, да. Ну, дальше уже разгоняем тачку по плюсам за жетоны, и, как бы, все, жизнь хороша, жизнь удалась. Ну, опять же, дальше, ну, цикл повторяем, сидим, ну, а дальше уже, например, есть тачка, не знаю, можно там вот эту коллаборационные лимитные парцы попробовать выловить, пятизвездочных друганов, может быть, попробовать словить, то есть, это же, ну, реально все другое, вся игра другая, если реально настолько дешево, в итоге, можно сюда втапливаться. Но, насколько я понял, это подразумевает, то есть, ну, получение вот этих всех ништяков, да, с подразумеванием, что мы катаем только максимальную сложность, да, в авиации. Соответственно, нужна какая-то точила первоначально, которая может закрывать максимальную сложность. Ну, потому что там по поинтам в любом случае сильно большая разница будет, плюс это, считайте, с удвоением ты катаешь, да, разница в самом пони, да, какая, то есть, ну, то есть, оно то на то обнажается, мы вы поняли, да, то есть, соответственно, если ты не можешь закрывать максимальную сложность, то тебе не спасет вот эти челики, ты в 3000, тебе потребуется гораздо больше бензина, вот. Но это открывает, на самом деле, огромный потенциал и перспективу, соответственно, надо будет смотреть, реально оно так или нет. Опять же, тачка, то, что выпало, это просто конфеточка, серьезно, это нереальный буст, ну, я думаю, будет для меня. Плюс она и выглядит хорошо, это вот, вот это вот выглядит суперстремно, мне уже надоело ужасно, супер, супер скучная тачка по визуалу. Nissan GTR, блин, легендарная тачка, жаловаться на визуал GTR-ки сложно, тем более, она очень хорошо обречена визуально, да. Так что, возможно, это будет мой билетик в будущее уже. Дальше жду баннера на рейтап деталек, где хочу выкрутить два полных круга за 19 тысяч золота. Ну, соответственно, после этого я останусь на нуле, но с детальками, да, то есть, план выкручивать, опять же, работать над детальками, выкручивать детальки, чтобы в момент старта, ну, и копить золото уже в плане, там, 5-6 тысяч, опять же, несколько месяцев, чтобы искать какой-то уже ивент для врыва, чтобы там получить 7-звездочную, базовую 7-звездочную тачку. Да, то есть, это уже, ну, считайте, это уже другой разговор будет. То есть, это уже какая-то что-то, что-то, от чего-то можно отталкиваться, да, и дальше потихонечку продолжать в том же духе, в том же духе, в том же духе, и реально, блин, ребята, это уже будет совсем другой разговор. Ну, опять же, там, возможно, авось, если реально получится врываться в эти ивенты, авось какого-то билета за 5% выпадет какая-то супер-тачка, понимаете. Вот. Такой план. Пока что все звучит неплохо. Ну, после, да, вот этого уточнения все начинает звучать, ну, относительно неплохо. Дуй был. Самым, как бы, суть игры мне нравится, так что я продолжаю играть. Я получил новую надежду, что, оказывается, возможно, получится вырваться, ну, не в лидеры, конечно же, но вырваться куда-то, а не только сидеть на бомжа-эдишене. Ладно, давайте еще посмотрим на машинку. Блин, супер-ползожная машинка в этом. Я очень надеюсь, что скажешь, что она прям окей. Прямо ну, конечно, скриншота круток не осталось, но блин, прям я прям уже уже доволен. Блин, она прям крутая, да, крутая. Прям мне нравится. Прям мне нравится. А, блин, давайте глянем вот что. Что есть вообще по обвесу? Ничего. Ну, ребят, вообще ничего. Даже цвет не могу поменять, чтобы вы понимали. То есть, я могу только подвеску кастомизировать, да, то есть, это вылет колес, это наклон колес, я не знаю, за какой хрен это, влияет ли это на ходовую или нет. Это полный кал, как по мне, вот эти все наклоны, выглядит супер убожество, прям вообще гига-убожество. Ну, вот, это как бы не экстра дерьмо-эдишен, да, то есть, он как бы все фиксировано, даже никакого цвета. А, кстати, здесь, по ходу дела, я даже диски не могу поменять, по ходу дела. Да, народ. Просто у меня еще мысля про... Ну, перед тем, как сюда зашел, мысль проскочила, не успел ее озвучить, что, возможно, появилась наконец-то машина, ради которой имеет смысл зафармить диски какие-то интересные. Ну, там, типа, 100 каток делаешь, тебе дают билетики на диске. Надо чуть-чуть кастомизнуться, типа. Видимо, здесь вообще ничего нельзя, то есть, это прям вот все. Все приколочено, ребят. Приварено, понимаете? Все приварено. И колеса приварены прям намертво, да, и все приварили. Вот, только в приваренном состоянии ее можно было получить. Но шансы 3%, ребят. Это очень крутяк. И всего, всего, на все про все, ребят, я уже сказал, 20, сколько там? 8 билетов, ну, 27. Ну, видели, да, подсчет. То есть, все, больше их получить неоткуда. По-моему, даже задонатить никак нельзя, ничего нельзя. То есть, все, 28 и 28. Упало, упало, не упало, не упало, идешь отсюда. Вот. С учетом, конечно, машины у меня никакой нету. А это первая моя базовая шестерка. Это, возможно, очень хорошая стартовая базовая шестерка. Я вот очню в Дискорде, да. Может быть, в закрепе в описании добавлю, что мне там на это ответили. Может быть, еще что-то будет добавить. Свет в конце туннеля. И вообще, может быть, игра-то и не скам вовсе. Возможно, вообще полный фритоплей, вообще халява, эдишен, а я тут. Вот. Но, вы видите, приходится пробираться. И, опять же, насколько реально все так будет, я не знаю. Посмотрим, посмотрим, ребята. Пока еще только все со слов. Нужно как бы на своем опыте. Опять же, может быть, чел там с опытом может так сделать все. Вопрос, сможешь ли ты это повторить. Ну, чел с опытом семилетним, да, может. То, что в твоих руках, может быть, и не может. Потому что, опять же, возьми там тот же Apex, там чел скажет, да я там за день сейчас легенду возьму. Это реально, да. За день там, ну там, за два дня легенду взять. А то я на золоте сижу 500 часов. Платину не возьму никогда. Да, то есть, сами понимаете. Опыт есть опыт. Вот. Ладно. Пока все. Надеюсь, еще увидимся.